Так открывают новый дом. Он построен по современным технологиям. Стены утеплены, окна деревянные. Отапливает строение своя газовая котельная. На входе пандус. Во дворе детская площадка. Ключи получают те, кто не один год стоял на квартирной очереди. Новыми квадратными метрами обзавелись афганцы, многодетные семьи, чернобыльцы, инвалиды, военнослужащие. Виктор Беронцев – инвалид войны. Когда был маленьким, попал в фашистский концлагерь. Квартиру ждал почти 20 лет. Получил однокомнатную. Говорит, ремонтом и условиями доволен. Как раз вполне достаточно. С кем будете жить? С женой же, наверное. Куда ее денешь? Дети Игоря и Светланы Гапоновых уже вовсю осваивают новую квартиру. Решают, где чья будет комната и что там будет стоять. Стол, где можно делать уроки, кровать. Вот с этой и буду. В семье трое детей. Сейчас ждут четвертого. Раньше ютились в двухкомнатной квартире. Теперь получили большую трехкомнатную. Уже сегодня планируют сюда перевозить вещи. Я еще тут не жил, но первое впечатление очень, очень сильно. Даже не могу ничего сказать. Ну, это надо почувствовать. В доме 108 квартир. Большую часть из них отдали льготникам. 15 оставили для реализации президентской программы «Доступное жилье». Его будут предлагать молодым семьям. Четверть стоимости нужно заплатить сразу. Остальную сумму разбивают на 20 лет по 3% годовых. 15 квартир мы будем предлагать в том числе и крупным предприятиям, работодателям, которые могут, может быть, первый взнос за своих работников заплатить. Допустим, если квартира стоит 270 тысяч, то первоначальный взнос будет стоить больше 60 тысяч, 25%. Их нужно где-то взять. И со следующего месяца уже со своей зарплаты платить 2-3 тысячи ежемесячно. Поэтому вот эти вопросы нужно доработать. Такие дома должны строиться не только в областном центре, рассказывает губернатор региона. Над этим обещает работать. Я думаю, у нас еще более мощное будет представительство в новой Верховной Раде. И мы сможем, как бюджетный кодекс, несколько подправить, чтобы более справедливая была формула распределения бюджетных средств. И у нас была возможность в области возводить вот такие дома, в том числе на территориях, где нет бюджета развития. Построили девятиэтажку за деньги из городской казны. Сделать это удалось за счет перевыполнения бюджета. Это не последний дом в этом районе. В море обещают в ближайшие три года здесь появится еще строение. И квартиры в них отдадут тоже льготникам и под программу «Доступное жилье». Екатерина Минаева, Руслан Новиков, Панорама.